африканское турне сергея лаврова глава мид россии не первый раз посещает южные страны с дипломатическим визитом там его встречают танцами с бубном как короля встают на колени и дарят хомут для коня вот так это выглядело пару лет назад нынешний визит был менее красочным однако более значимым не только для африки россии и для украины европы его главной целью считают демонстрацию того что даже к шестому месяцу войны у россии остались международные партнеры и правда ни одно африканское государство не ввело антироссийских ограничений как бы не было смешно лавров представил россию защитницей суверенитета государств которая при этом не вмешивается в их внутренние дела наша страна не запятнавшая себя кровавыми преступлениями колониализма всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета поездка проходила на фоне предупреждений он об угрозе голода для миллионов африканцев связаны с российской блокадой украинских портов сергей лавров обвинил в продовольственном кризисе страны запада и их санкции и встретил среди африканских лидеров благодарных слушателей ван фейк столь одна фейковая история которая хочу упомянуть тут которая важна для этого региона это что в так называемом мировом продовольственном кризисе была прямо обвинена россия как будто кризис еды начался в день когда мы начали нашу специальную военную операцию в украине однако это совсем не означает что африка поддерживает россию говорят эксперты многие страны континента просто не могут позволить себе выбирать партнеров с точки зрения интересных этих африканцев государств именно государственных образований это невыгодная сделка а вот эти вот руководство африканских государств да они рады и они особенно рады тому что вот россияне они для тех же не демократических лидеров африки они являются более перспективными простыми партнерами они же не выдвигают никаких россияне не выдвигают условий на соблюдение прав человека демократизации нет они просто торгуют собственно вот ну своей протекцией за это они получают доступ к природным ресурсам африканских государств и те же самые вот обязательства поддерживать и начинание тоже москвы международной арене как результат египет разорвал с украиной контракты на поставку в общей сложности 240 тысяч тонн украинской пшеницы которые ранее были забронированы его государственными покупателями зерна товар должны были поставить феврале и марте но из-за полномасштабного вторжения россии в украину этого не произошло вряд ли это было достигнуто благодаря конкретно визиту лаврова данном его формате имею ввиду что ну вероятные переговоры по этому вопросу они раньше проходили россия стремится вычислить украину полностью из африканских рынков тут двоякая цель устранение конкурента лишение украинского бюджета лишнего источника дохода вот можно сказать что на египетском направлении действительно вот мы они добились успеха помимо вопроса поставки зерна москва является крупнейшим поставщиком оружия на нее пришлось 44 процента вооружений отправленных на континент 2017-21 годах по данным стокгольмского института исследования проблем мира а также обсуждались вопросы добычи полезных ископаемых и нефтепереработки транспортных проектов до кибербезопасности атомной энергетики и даже запуска спутников